Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова, и сегодня мы будем делать обзор 27 главы этой книги. Итак, 27 глава. Здесь 23 стиха, и мы знаем, что Иов иногда жаловался, что друзья слишком любят спор, как бы ради спора, и неохотно дают ему слово. То есть они хотят показать себя, и хотя они как бы пришли помогать Иову, они этого не делают. «Потерпите меня, и я буду говорить», восклицают в таких случаях Иов. «Он начинает с торжественного заявления о собственной непорочности и решимости твердо держаться ее». Об этом с 1 по 6 стих 27 главы. «Он выражает ужас, вызванный их обвинениями в лицемерии». Об этом с 7 по 10 стих. «Он показал здесь презренный конец нечестивых людей, несмотря на их длительное процветание и проклятие, которое сопровождает их и передается их семьям». Об этом с 11 по 23 стих. Итак, первый раздел с 1 по 6 стих. Иов начал с торжественного заявления о собственной непорочности и решимости твердо держаться ее. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «Жив Бог, лишивший меня суда, и вседержитель, огорчивший душу мою». О чем здесь говорит Иов? Он говорит о том, что Бог не устранился от управления миром, создав этот мир. Он продолжает действовать в этом мире. И вот эти слова «Жив Бог», они говорят об этом. «Лишивший меня суда». Здесь такой легкий ропот Иова. Никто не хочет слушать меня. Все как бы уже вынесли мне приговор. «И вседержитель, огорчивший душу мою, тот, который содержит все, он послал мне все эти несчастья». «Огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи». Здесь он говорит о том, что, хотя ему и непонятно, почему Господь так строго доказывает его, он будет контролировать свои слова. Для нас это очень великий урок. Когда людям тяжело, они именно не контролируют свои слова, они могут вести себя опрометчиво, говорить такие слова, о которых они потом пожалеют. Иов не такой человек. «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, начав суда Божьего, он переходит к суду человеческому и не находит справедливости по отношению к себе в их обвинительных речах». «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей». То есть, если реально Иов ввел праведный образ жизни, он не может отрекаться от того доброго, чему Господь научил его через закон человеческой совести. «Крепко держал я правду мою и не отпущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни жизни моей». Действительно, очень важно согласовывать с собственным сердцем те или иные деяния. Как сказано, если сердце не обличает, то не грех. Здесь имеется в виду глаз совести, который присутствует в каждом человеке. И если люди за что-то нас обвиняют, но мы не можем понять, почему. Это как бы проблема самих этих людей. Святитель Иоанн Златоуст так комментирует в шестой стих, «Крепко держал я правду мою и не отпущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни жизни моей». Златоуст пишет, это означает следующее, «Неправедный не имеет дерзновения ни произнести, ни выговорить то, что я говорю теперь, но он лишен его», то есть дерзновения, «и его уста сомкнуты, я же», здесь Златоуст рассуждает как бы от лица Иова, «я же не претерпел этого, но говорю и возражаю, и возражаю, а неправедные ведут себя иначе». Здесь Иов как бы хочет обратить внимание своих друзей на его открытость в этом дискуссии, который возник между ним и его друзьями. Далее идет абзац с 7 по 10 стих, здесь Иов выразил ужас, вызванный их обвинениями, ведь они обвиняют его в лицемерии. И мы читаем с 7 по 10 стих, «Враг мой будет как нечестивец и восстающий на меня как беззаконник, ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его». Действительно, любое человеческое благополучие, оно относительно, но рано или поздно Бог исторгает душу каждого из нас. «Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда?» «Никто не застрахован и от беды, так же, как никто не застрахован от смерти. Но беда может случиться в нашей жизни, а может не случиться, но смерть ожидает всякого». Десятый стих. «Будет ли он утешаться, то есть такой человек, вседержителем и призывать Бога во всякое время? Имеется в виду, если он сам не утешал других, а напротив, как говорят, всыпал соль на рану. То есть, мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. Далее, с 11 по 23 стих, Иов показал презренный конец нечестивых людей. Несмотря на их длительное процветание и проклятие, которое сопровождает их и передается их семьям. Любой нечестивый человек, когда он сеет нечестие вокруг себя, когда его решения причиняют страдания и боль другим людям, рано или поздно он за все это ответит. И мы читаем с 11 по 23 стих. «Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою, вот все вы и сами видели, и для чего вы столько пустословите, вот доля человеку беззаконному от Бога, и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители, если умножаются сыновья его, то под меч». То есть они рождаются для трагической смерти. «И потомки его не насытятся хлебом, они рождаются для голода». «Оставшихся по нем смерть низвергает во гроб, и вдовы их не будут плакать». Почему? А вдовы их не будут плакать, потому что жизнь таких людей превратится в ад. И когда они будут умирать, такие люди, то вдовы не будут плакать, они будут думать, пришел конец этим ужасным страданиям. Почему так строгие суды Божьи? В книге Исход, 20 глава, 5-6 стих сказано «Ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вино отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Здесь мы видим, что божественные суды, наказания и божественные благословения – все это несоразмерно. Божьи суды распространяются до третьего и четвертого рода, а Божьи благословения до тысячи родов. Таким образом мы устанавливаем, что суд Божий не без милости и касается определенного наказания и в то же время божественные благословения – это то, что связано с тысячей родов. И действительно, если люди страдают, болеют, они должны вспомнить, что большую часть своей жизни они жили без этих болезней, без этих страданий. Это означает то, что теперешние трудности они тоже прекратятся, ибо Бог положит им предел. Бог не полагает предел только для своего прощения и для своего благословения. Шестнадцатый стих и ниже. «Если он наберет кучи серебра как праха и наготовит одежд как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочной. Он, то есть нечестивый, строит как моль дом свой и как сторож делает себе шалаш, ложится спать богачом и таким не станет, открывает глаза свои и он уже не тот». То есть человеческие блага, они очень и очень переменчивы. Сегодня есть, завтра ничего нету и человек может заснуть в достатке и проснуться в бедности. Это реальность, особенно сейчас, когда многие терпят социальные кризисы, потрясения, когда в результате обесценивания денег богатые начинают нуждаться, а нуждающиеся иногда наоборот насыщаются. дали с 20 по 23 «Как воды постигнут его ужасы». Здесь речь идет о том, что вода, когда она разливается, она так стремительно может надвигаться на мир людей, что никуда не скроешься от этих вод. Так и ужасы, которые ожидают нечестивых, это будет как целое наводнение. В ночи похитит его буря, почему ночная буря наиболее страшна, потому что ты ничего не видишь, ты не знаешь, куда можно бежать, куда нельзя. Поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он не силился убежать от руки его, сплеснут о нем руками и посвящут над ним с места его. То есть, если суды Божии приходят, то все прекращается. И то место, на котором обитал, может быть, очень роскошно, нечестивый человек, оно уже принадлежит другим людям. То есть, беззаконие всегда будет наказано. Перед Богом все обнажено и открыто, и Господь знает и видит состояние каждого человека. Такие уроки мы выносим из сегодняшнего рассмотрения 27-й главы книги Иова. Подписывайтесь на библейский портал Акзагет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею и 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 субтитры Алексею